В последний момент соревнования по дзюдо памяти Вячеслава Селихова потеряли статус международных из-за неприезда украинских и белорусских спортсменов и стали всероссийскими, но от этого не менее представительными. Более 300 дзюдоистов 10-13 лет из 11 областей вышли на татами. В общей сложности 32 команды представили своих лучших спортсменов. Некоторым пришлось пройти через отбор, чтобы попасть на этот турнир. Уровень очень хороший. В Москве, чтобы поехать на этот турнир, отбиралась команда, сборная команда Москвы. Только первое и второе приехали сюда. Поэтому, чтобы пройти здесь на этих соревнованиях, я думаю, надо будет очень сильно потрудиться ребятам. Несмотря лишь на одну возрастную категорию, весовых представлено было аж 12. И в некоторых число участников доходило до почти 50 спортсменов. Сильнейших определяли не только дзюдоисты, но и судьи. Лучший арбитр также не остался без награды. Нельзя было пропустить ни одного технического приема. Пышал такой посильнее. Повыше. Вертолетик провел, скосового захвата. Три раза бросил. Два раза на юг и потом на япон. На последних секундах. Хотя командные итоги не подводились, но в неофициальном зачете орловские дзюдоисты взяли больше всех наград. По две серебряных и бронзовых и четыре золота в активе Андрея Буярова, Никиты Петрова, Владимира Хайлова и Данила Зуенка. Все наши призеры получили право выступить на представительных турнирах в Москве и Харькове. Андрей Желяев и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.